Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. За счет 20 очков, однако сумел закрепиться на втором месте. То, что стреляем на солнце, тяжело, утомляет быстро. А то, что ветра нет, естественно, хорошо. Стрелы не сдувает. Владислав Ивашков только через пять лет упорных тренировок и сотню турниров сумел показать результат кандидата в мастера спорта. Впереди у спортсмена хорошие перспективы попасть в олимпийскую сборную и выступить на следующих играх. Нужен спонсор, рассказал тренер, ведь только комплект из 12 стрел стоит 40 тысяч рублей. Их хватает на полгода. Олимпийский цикл длится 4 года. Второй фактор успеха – психология. Над этим тандем. Тренер-спортсмен работает ежедневно. В этом деле талант появился и исчез. А здесь стрельба и звук – это особый вид спорта. Чем отличается от, допустим, игровых? Потому что они игровые, а это стрельба. То есть это попал, ты должен себе эмоции подавить. Не попал, тем более эмоции давишь. Волнуется много. Молодой еще волнуется. То есть стрельба, эмоции и работаешь. Все. То есть дома, допустим, чуть лучше стреляет здесь от эмоций. За место в сборную региона на чемпионате Самарской области боролись 34 стрелка на трех дистанциях – 70, 50 и 30 метров. Самым популярным оказался полтинник. Здесь за медали показали мастерство Рубин Гуда 20 лучников. Стреляли из олимпийского, то есть классического оружия, и блочных систем. Из какого лука стрелять – личное дело спортсмена. Однако ни один не показал стопроцентный результат. Тем не менее, специалисты стрельбой остались довольны. Если по первым соревнованиям, по предыдущим соревнованиям судить, то сейчас намного качественнее. Потому что если первые те соревнования были, что много ходило за щиты, собирали, то сейчас это единицы. А стреляя 12 серий, вот, это абсолютные результаты – 360. Вот. Если взять, допустим, наши результаты, ну, они, конечно, под 300 очков. Абсолютного, конечно, еще, может, трудновато говорить. Это уровень где-то КМС, уровень мастера спорта. По юношам это, да, результат будет довольно-таки нормальный. Я считаю, что последними не будут, а где-то, ну, десятку, пятнадцать можно будет входить. Окончательный список сборной Самарской области по стрельбе из лука будет известен в середине августа после розыгрыша Кубка 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok